Смотрите, как у нас Алиса с котами дышит воздухом. Маха хорошенькая. Маха хорошенькая. Хорошенькая, да. У всех котов гладят не в ту сторону. А коты не любят, когда их против шерсти гладят. Хорошенькие. Хостик. Хостик. Хвостик. Сейчас и Батон уйдет. Еще терпит. Ты ловишь его хвостик? Гладит его же хвосток. Видишь, как гениально. Да, гениально. Машина. Машина проехала, да. Погладь рукой Батошу. Опять против шерсти. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да, из всех наших кошек больше всего терпят Алису это Батон и Лапуся. Они прям до последнего сидят. Хе-хе-хе. Но она особо не обижает, ты же видишь. Они не обижают, просто за хвост их берет, видишь. А им же не нравится. Против шерсти гладит. Все, Батон спрятал хвостик Алис. Хе-хе-хе-хе. Не встанем, скажи. Это дождь никак не начинает. Смотри, правильно вот так гладить от головы? Это дождь уже был, он лился. Фу, не целую Батона, не надо. Все в духое, даже если был, то совсем чуть-чуть. Смотри. Хе-хе-хе. Хорошенькие. 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 Она как коты, видишь? Токоню, 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 токоню. Токоню, токоню. Алиса, не упади. Токоню, токоню. Токоню, токоню. Салфетка. Фу, Алиса. Салфеткой же, наверное, подоконник протирали. Да. Дай ей чистенькую. Неожиданно. Хе-хе.... Батоша, хр...хорсенький. Это нехороший батон. На, Алис. Это нехороший батон. Уже не Батоша. Нехороший батон. Ну куда? Своя пошла, да? Да не надо мыть окно, Алис, ты с окном, по-моему, это потом лицо сидишь. Да он тоже, надо и руки пойти помыть. Там папа сейчас вкупается. На, ручки вытри. Вытирай ручки. Всё, давай салфеточку. Она мокрая, а воздух холодный. Очки. Очки у Алис? Ты и папе сделал очки, да папа? Конечно, у меня тоже. Ух ты, голубые очки у вас. И батушенька тут прилёг рядышком. Всё время все игры уже у Алисы на этом ковре, а не на том. Уже прям переместились. А я тебе говорила, что будет классно, а ты диваны, диваны. Оставь, Лена, диваны, пусть стоят где стояли. Вот это она практически сама вверх построила. Я вначале придерживаю, чтоб не пора, а смотри дальше всё сама. И приговаривает, какая огромная башня. Класс, Алис, вот это башня. Уважаю. Вот ещё есть, смотри. Это такая ракета даже целая. О, ничего хватает? Достать не может. Держи. Ой, смотри, сейчас упадёт. Так, молодец. Уголком сначала. И ещё пальчики. Вот это вы с папой придумали, Алиса. Молодцы. Раньше просто кого-то сделала. Теперь уже строились кубик. Ну да, круто. Растёт. Молодец. Молодец. Ещё выше. Это у нас небоскрёб. Черкасс и Сити, да? Папа, неси. Хорошо, как скажешь. Давай. О, батон, дверь открыл. Уголком сначала ставь. Ну ладно, держи. Кажа решила, что ты подержишь. Молодец. Какая алгорная пашня. Огромная. И стоять же сама ищет. Вот это ты построила. Всё в краске вымазанной. Ты наш архитектор. Папа, ты сидишь. Вот, мама, если купим участок, вот кто будет дом проектировать. Алиса, будем строить настоящий дом себе? Нет. А я тёщу пашню. Ты же думаешь, что у нас дом есть, а это не наш, Алиска, где мы живём. Какая алгорная пашня. Молодец. Тёща, бравую пашню. Молодец. И похвалилась. И как умница. Молодец. Молодец, Алиса. Ай. Падает. Что-то уже тяжёлое, да? Да. Уже всё перекасывает. Произошло землетрясение. Крушение. Бух. Так долго строила? Не жалко тебе ломать? Бух. Кто строил башню. Кто строил башню. Кто строил башню, тот её и сломал. Да? Сломал мои длинненькие. Треугольники. Я тебя породил? Я тебя и убью, да? Мама, у бабы длинненькие. Папа тоже им счастье принимал, а что-то ломать ему не доверили. А теперь надо сложить в коробочку. Можешь доверить папе. Треугольники. Треугольники. А сейчас юбочку. 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 Треугольники. Ну, строй юбочку, строй. Надя по Алисе уже соскучилась, говорит, так уже хочется. А у Даши... Ух ты, юбочка, да? Класс. А Алисе юбочку. Да, надо надеть. А у Даши, слышишь, Кость, на заставке, типа, стоит сестричка. Я по тебе скучаю. Надя мне скинула картинку. Я тебе сейчас покажу. На планшете. Смотрите, Алиса и Даша встретились. С любительством. Алиса ей... Алиса ей сказку рассказывает. И своя лечка не простая, а села дуня. Баба пила, пила, не разбила. Мышка бесела. Фустика махнула. Я лечка и упала. Давай ручку, Даша. Алиса, разобежь стекло. Просто прислони, аккуратно, вот так, ручку. Аккуратненько. Сами сила киста сметает. И балаши лопит с осьом. Колобок болезал-болезал. И покатился колобок. А я колобок, колобок. А я мёнди-бок. А я бабушке ушёл. А я дедушке ушёл. Я тебя. Садись, уйду. А покатился колобок. Только садись, увидел. Катился колобок. Но садись ему. Вау. Голобок, колобок. А я деби съём. А я не вкусаём. Кто-то не хотел петь песни ей. Что у нас тут стучит? Ой. На меня брызгает. Я избиваю мясо. А нам не нравится. Что ты задумал готовить? Мясо по-французски. Ох ты. Будем расширять меню. Круто. У нас тут чепая. Костя поставил разогреваться в духовку. И забыл, что там было печенье. Мы спрятали печенье для Алиски. Представляете? Вот такая куча закуплена. Плюс здесь были закуплены чупа-чупсы. И не знаю, они тоже испортились или нет. Ну, скорее всего, поплыли, наверное, тоже. А может и нет. Оно всё горячее. Вот они чупа-чупсы. Короче, это всё лежало в духовке. Мы как бы спрятали. И Костя об этом забыл. И теперь, наверное, придётся выкидывать печенье. Потому что эти упаковки поплавились. Ну, в большинстве своём. Вот это вот вроде целое. В общем, да, обидно очень. Такая куча печенья. У Алиски вообще нету, кроме этого. А это было как бы с запасом. Такое. Теперь воняет горелым здесь очень сильно. Да просто зря туда засунули. Просто мы же знаем, что мы духовку в последнее время часто используем. Наверное, не надо было. Так ты же знал, что она там лежит. Да забыл я. Что ты на меня так кричишь? Я тебя не ругаю. Вчера полусонные туда её запихивали. Я забыл. Лимоша, что ты скажешь по этому поводу? Что-то лимон там прячет и грызёт лапкой. Лимон, что там у тебя? Покажи мне. Хвостик. Ты свой хвостик грыз. Я думала, ты что-то уже затащил к себе в клетку. Что ты пришла? Скажи, я тут занят. Лимоша. Я на самом деле иду к Насте. Посмотреть, как там её строительство Белого дома продвигается. А Настей тут и нет. Но на строительство мы можем с вами и без Насти посмотреть. Ничего себе. А что сгорело? Угадай. Пицца? Нет. Нет. А помнишь, мы вчера на карантин печенье в духовку положили? Да. Кто-то включил духовку? Папа решил разогреть. Вот дурак. Блин, они же там в пакетах. Ну всё, это выкидывать придётся. Пакеты поплавились. Обидно очень. Угу. Я пришла на твой Белый дом посмотреть. Ну ещё крыши, видишь, я же говорю. Угу. Но всё равно я за один вечер, видишь, много сделала. Ну да. Значит его реально за один день вообще сделать, да, получается? Ну да. А это можно убрать или это уже приклеено? Нет, я приклеила. Ага. Жаль. Видишь, оно немножко, ну вот остаются маленькие, остались маленькие расстояния, из-за которых слегка не точно. Ну, в принципе, прикольно всё равно точно. Что-то тебе вроде нормально. Да вроде, и некоторое печенье там вроде тоже может быть. А что это ты сделал такое? Что это ты сделал такое? А? Картошка по-французски. Ой, ну мясо. Ух ты. С помидорами? С помидорами? Ну, больше. Помидоры. Прикольно. А что я так мало? А где картошка? Картошка есть. Где? Там где-то? Внизу. Слушай, а что у нас специально не майонез, а майонезный соус покупают? Нет, не специально, не чайно. Ну, просто три упаковки и всё майонезный соус. Ну, не знаю, я его вообще не покупала. Ну вот, Алиса уснула, вообще не вовремя. Опять у нас весёлая ночка будет. Сегодня, к слову, была очень весёлая ночка. Алиска заснула в полдесятого, встала в пол второго и гуляла до пяти утра. И сейчас повторяется история. Заснула в восемь. Ну, знаешь, через час разбудим, чтобы долго не спала. А потом попробуем в час уложить хотя бы. Да. Ты слышишь, горелым пахнет? Да, я видела. Видела? Ну, я тоже, честно говоря, я утром не заметила. Его там сначала поставила в духовку, где-то она, наверное, градусов до тридцати разогрелась. Я увидела печенье и быстрая вода достала. А у него до двухсот пятидесяти. Ну да. Это, наверное, не только горелое печенье воняет, а ещё и пакеты, которые расплавились. Не знаю, послушайте. Ну, конечно, нельзя, я думаю, тоже. Готова Костина картошечка. Сейчас будем пробовать. Он прям переживает, как у него получилось. Пахнет хорошо. Очень вкусно пахнет. Запах я чувствую. Так, у нас семье шесть человек, режем на шесть кусков. Я не буду. А, подожди, Алиска что же не будет? На пять. Я не буду. А что ты не будешь? Пробуй давай свою готовку. Там два куска мяса осталось, я его поджарил и съел. И что, объелся? Да. Такой тут на всех хватит, серьёзно. Тебе? 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 На хвост не наступил. Так раскидывается всегда. Алисочка, давай мы ночью будем спать, а вечером ещё погуляем. Хе-хе-хе-хе-хе. Я сейчас проснёсся без настроения, тут вечер устроит такой. Ну да, потому что не выспится. Вкуснятина. Да, да, да. Вкуснятина? Слышь, Катя говорит, вкуснятина, Кость. По-другому и быть не было. Хе-хе-хе. Алисочка, смотри, какая картошечка будешь? Нет. Хе-хе-хе-хе-хе. Сейчас сбежит с кровати, бегом. Алисочка, красавица, держи, кушай. Давай, а? Нет.